Крупнейший продавец обуви в России с 10-летней историей не может расплатиться с должниками. Что же делает конкурсный управляющий, который в соответствии с законодательством о банкротстве должен прилагать максимальные усилия для пополнения конкурсной массы и действовать в интересах всех кредиторов-должника? За данное время конкурсным управляющим было подано порядка 14 исков. Несколько исков из них связано с взысканием зарплаты бывших работников центров, несколько взысканием денежных средств. Исходя из поданных конкурсным управляющим исков, получается, что основным направлением его деятельности являются споры с компанией Fashion Show. Арбитражный управляющий может наверхить сделки на сотни миллионов, на миллиарды рублей, а ответственность будет застрахована на совершенно надеятельность, на несопоставимые суммы. К сожалению, в последнее время и суд часто идет на поводу господина Бубнова, слепо доверяя всем его утверждениям и аргументам, подчас голословным, полностью немотивированно отвергая доводы и доказательства оппонентов конкурсного управляющего. В частности, в Fashion Show были предъявлены требования о взыскании 1 миллиарда 700 миллионов рублей по договору комиссии. По договору комиссии одна из сторон комитет передает комиссионеру некий товар, который комиссионер самостоятельно продает, а вырученное денежное средство перечисляет комитету. Таким образом, комитет не несет расходов, связанных с реализацией данного товара, а только получает прибыль. Данное требование, основное конкурсному управляющему, о том, что данный договор заключался без согласия управляющего. И фактически в иске есть утверждение о том, что данный товар на сегодняшний день утерян в Fashion Show. В связи с чем, Fashion Show не может его реализовать и, как следствие, есть необходимость о взыскании данных денежных средств. В октябре этого года суд удовлетворил требованию конкурсного управляющего о взыскании с Fashion Show 1 миллиарда 700 миллионов рублей. И суд при рассмотрении данного дела, данного требования, данного иска, фактически проигнорировал то, что Fashion Show перечислил более 600 миллионов рублей по данному договору, в счет реализации данного товара, суд проигнорировал получение конкурсному управляющему частичного товара. То есть эти все фактические обстоятельства с судом были проигнорированы, не были рассмотрены. Но зато, по каким-то непонятным причинам, суд фактически на слово поверил конкурсному управляющему о том, что данный товар утерян в Fashion Show. Что и привело к вынесению данного судебного акта. Учитывая то, что на сегодняшний день у компании Fashion Show при его обращении в суд возникают уникальные возможности удовлетворения своих требований в размере 600 миллионов рублей, получается то, что вынесенный судебный акт фактически нарушает права других кредиторов, которые могут рассчитывать на получение своих денежных средств только после того, как свои требования удовлетворит Fashion Show. Как находящиеся под следствием акционеры Центра обуви Сергей Ломакин и Артем Хачатрян продолжают руководить компанией? К примеру, если мы говорим об одном из основных кредиторов Центра обуви, это и является компанией Балич, в рамках рассмотрения одного из дел вдруг неожиданно для нас всплывает документ, которому непосредственно это уступки прав, из которого следует то, что данная компания очень тесно связана с Best Price, которая является из одной из компаний операционной системы Fixed Price, операционной, точнее, компанией Fixed Price. А непосредственно Fixed Price мы уже все знаем, да, то, что данной компанией владеет господин Ломакин. И фактически все его действия, которые он предпринимает в арбитражных судах, направлены на удовлетворение именно их интересов. А вспоминая об этом документе, то можно без труда предположить, в чьих именно интересах действует конкурсный управляющий. Получается, что несмотря на уголовное дело, господа Ломакин и Хачатрян продолжают руководить обанкротившейся компанией, пытаясь тем самым обелить свое имя, а также максимально скрыть следы своих махинаций. У меня же было объявлено о том, что если ты допускаешь факт воровства денег, собственности и так далее, и если суд признает, что ты вор, государство должно у этого бизнесмена отобрать всю его собственность, в том числе и личную. Субтитры создавал DimaTorzok